У вас подъехал Максимовиль? Я человека жду. Так это мы. Нет, не правда. За детское кресло вам большой плюс. Маски это для того, чтобы других не раздражать, получается, правильно? Нас редакция отправила проверять такси. И первая компания, которую мы сегодня будем проверять, это Мастодонт, компания такси Максим. Тим, подскажите, детское кресло нам понадобится? Какая будет стоимость детским креслом? Какая же стоимость? Нет, чтобы не заражать. Ну, раздражать тоже, но заражать прежде всего. И заражать, и раздражать. За вполне скромную цену мы сегодня получаем хороший, свежий салон, где приятно пахнет. Немножечко мы на желтенький пролетели. Желтый, он не совсем красный. Желтый, не совсем красный. Первая заповедь водителя такси. Очень много плюсов мы поставили. По вот этой шкале будем оценивать каждую компанию. Если у меня только крупные деньги, я такой счастливый человек. Следующая на очереди компания, которая обещает низкие цены, дешевые перевозки. И называется она прям сразу символически. Минимум. КПЛО 50. Ага. Не в час пик, нет пробок, ничего нет. Но, тем не менее, ожидание 10 минут. Пожалуйста, Коля, положите яички в машину, мы вместе с ними поедем. Так, а не вытаскивается у вас ремень безопасности? Очень обшарпанное сидение. Всего лишь на 15 рублей дешевле эта поездка, чем предыдущая у нас. Но салон автомобиля отличается в разы. Мы все-таки понимаем, что поездка это небезопасная, никакого детского кресла нет. Ремни безопасности для взрослых тоже нет. Те, которые есть, они неисправные. Соглашаться на такую перевозку мы, конечно же, не можем. Но удачу испытаем второй раз. Позвоним в еще одну компанию, также эконом-класса, которая обещает дешевые перевозки, но при этом безопасные. Омега. Вы следующие для проверки. От БКЗ служебного входа нам нужно уехать на Копылово, 50. Дело в том, что ни БТЗ, ни камерного нету. БКЗ. Большой концертный зал. Хоть подышать немножко. Минуту, пожалуйста. Часто жалуются на водителей, что они город не знают. Вот операторы город знают еще хуже. Допустим, здесь БКЗ, Краевая, все, Армония, Мироплощадь, 2Б. А оно, правильно. А у нас еще ребенок. Двух лет. Скажите, пожалуйста, 8 лет. Двух лет. Цена поездки 115 рублей без учета, благодаря и ожидания. Спасибо за звонок, всего доброго. Спасибо, ждем. За работу этого оператора, который принимает заявки, я не могу поставить ни плюс, ни минус. Я хочу поставить смайлик. И все, можно нарушить мне правила немножечко и сегодня сделать так. Конечно, нам пообещали очень привлекательную цену. Всего лишь 115 рублей. Это рекорд у нас пока по проверке. Кто к нам приедет за эти деньги и увезут ли нас все-таки назад на Копылово, 50? Сейчас проверим. Пока ждем ответного звонка от компании такси, видим уборку улиц. И эта уборка нашу проверку точно не проходит. Ездит машина и пылит так, что аж до нас долетает, хотя здесь расстояние приличное. Прошло 10 минут с момента нашего звонка. Никто не перезванивает, никто не приезжает. Звоним сами. Вас приветствует служба заказа такси Омега. Поиск водителя на ваш заказ продолжается и займет максимум 2 минуты. Для отмены заказа наш МИТ-2. Максимум 2 минуты мы, конечно, еще готовы подождать, но что-то мне подсказывает, что не ограничится это дело двумя минутками. Перезванивают нам сами. Стоит служба заказа такси Омега. К сожалению, на ваш заказ еще не выехал автомобиль. Что бы подождать? 15 минут. Пустой город, центр города, а компания не может нас забрать отсюда. Ну как, Омега, все, проверку вы уже не проходите на пороге, кроме того, что на вас огромное количество жалоб. Если вдруг мы не дозвонимся до вас, знаете, что на вас жалуются, на ваших водителя, что они очень много грубят и едут не туда. Долгая подача автомобиля среди жалоб. Посмотрите-ка, вот и тоже мы попали. Грязь в салоне, очень часто воняет табаком и очень дорогое ожидание. Вот нам сегодня никто не заплатил за то, что мы ожидаем. Говорят, эта компания Омега берет по 15 рублей за одну минуту ожидания. Ну никакой низкий ценник так уже и не оправдывается. Причем звонок мне сейчас пришел от номера, который я специально записала в телефон. У меня с него было очень много пропущенных. По ночам мне кто-то настойчиво звонил с этого телефона. Сейчас позвонили с него же и сказали, к вам подъехало такси. Я задачена. Здравствуйте, а вы с какой фирмы такси? А что вы хотите? Вы с Омеги? Хорошая реакция. Видимо, это все-таки Омеги машина. Вы меня так задавить пытаетесь или что? Если человек так реагирует, можно ли ему доверять как водителю? Сейчас позвоним в компанию, которая не может нас огорчить. Я прям очень на это надеюсь. Это местная компания, у которой есть свой таксопарк. Говорят, ценники у них очень высокие. Так это или нет, сейчас проверим мой город. Проверка для вас. С нашими рассылками не знакомы? Нет, расскажите, пожалуйста. Расчет производится по таксометру. Автомобили с детским креслом это класс стандарт, либо комфорт. По стандарту вам посчитаю. Минимальная стоимость будет примерно 260 рублей. Но это без учета ожиданий простой в пробках и на светофорах. Дочная сумма на таксометре по окончании поездки. Я, конечно, ожидала, что будет дороговато. Но чтобы настолько, 260 рублей это еще минимальная стоимость, которую вы нам пообещали. Конечную сумму никто назвать не может. Такая у них система. Я немножечко разозлена за эти деньги. Мне тут лимузин должны подогнать. Здравствуйте. Мой телефон сегодня на разрыв. А подскажите, где вас забрать на БКЗ? Я вот стою со стороны набережной. Ну там вот ТВК ходит, снимает. Я объехал, они тут что-то пристают со своими этим. Так а вы сейчас тоже звоните ТВК, что же вы от нас уехали? Понятно. Сейчас тоже убежите, наверное, да? Я все. Да? Алло. Опять убежал человек. Ой, посмотрите, я нарушаю правила, я нарушаю правила. Залезла машина, не одела я свой респиратор. О, какой кошмар. Все, минус кошучек за эту проверку. А вам плюс большой. Я на вас посмотрела и поняла все свои недостатки сразу. Мы сегодня ваши пассажиры. Отвезете нас на Копылово 50? Конечно, ребенок будет. Ребенок двух лет у нас предусматривается, да. И мы специально заказали машину с детским креслом. Это детское кресло. Мы видим, оно у вас какое-то сверхновое, сверхкрасивое. Обрабатываете как-то дезинфекторами? Да, у нас есть хлоргексидин и муравийный спирт. Как часто вы обрабатываете? Хлоргексидин, вообще после каждого пассажира. Ух ты, серьезно. Я чувствую себя в абсолютной безопасности. Нас сегодня отпускают, снова звонят. Заказывают такси Омега. Доброе, здравствуйте. Заказывали автомобиль, вообще, я сказала, что заказывали. Который ваш, это другое автомобиль. Нет, спасибо. Ваш водитель очень сильно нас расстроил. Чуть нас не задавил. Тут так активно уезжал. Али, оказывается, я заберу. Алло. Видимо, бросать трубку, это какая-то корпоративная этика. Я не просто так рассказала о той ситуации, которая произошла оператору. Надеюсь, хотя бы на какие-то извинения перед пассажиром за то, что заказ отменен, в принципе, за то, что так себя вел водитель. Но никаких извинений мы не получили. Делаем вывод, что для Омеги, в принципе, ситуация, значит, нормальная и обычная. У вас по маршруту есть предпочтение? Или по навигатору поедем? Даже спрашивает водитель предпочтение по маршруту. Это приятно. Вдруг я какую-то улицу не люблю. Вот у меня там бывший живет, не хочу туда ехать. Раз, все, водитель пошел навстречу, сам предложил куда-то не ехать. Классно? Вот ремень меня так надежно раз и притянул к сиденью. И ничто у меня здесь не болтается, никакие узлы. Оператор, мы с тобой сегодня нарушители, катастрофичные. И этот недостаток мы тоже исправили, пристегнулся оператор наш надежно. Плюс оператору и плюс вам еще. Знаете за что? Вот эту вот табличку чудесную я вижу прям сразу. И человека, который меня везет. И самое главное, здесь написан телефон таксопарка. Если вдруг какой-то конфликт возник с водителем такси во время поездки, вы всегда можете связаться с администрацией. Это не составляет большого труда. За это плюс у вас система по счетчику. Этот счетчик как-то можно смотреть? Вот это вот отображается. То есть мы уже сейчас проехали 220 рублей. 220 рублей это минимальная стоимость поездки. О, все, превысили мы нашу планочку минимальную. Полетели денежки. Успеем до 60 долететь, нет? Как нам обещали, 260. Для вас осталась у меня последняя проверка. Что будете делать со мной, если я такая богатая женщина и у меня только пятитысячные купюры? Я предложу вам либо рассчитаться карты, либо записать вашу поездку в долг в следующий. В оплату следующей поездки. В долг так тоже можно? Так я же у вас не зарегистрирована ни в приложении, нигде. Я просто позвонила по телефону, вдруг я исчезну. Ну это останется на вашей совести. Мы решили воспользоваться альтернативным способом оплаты. Случится этот способ оплаты или нет? Работает или нет? Проверка идет, идет, идет. Да. И даже чек вы мне выдадите. Подошло наше путешествие к концу. Вернулись в исходную точку телекомпания ТВК. И вернулись с одним простым выводом. За качество надо платить. И платить немаленькие деньги. Нас сегодня обещали увезти за 115 рублей. Но это так и осталось обещанием. Большое количество нарушений за компанией Омега было замечено нашими зрителями. Но мы сегодня убедились. Их подход, конечно, оставляет желать лучшего. И про безопасность там уж точно никто не слышал. Водитель, который к нам приезжал, был без маски, без каких-либо средств защиты. Видели мы сегодня, как работает компания Максим, которая нас все-таки увезла. Уже за 145 рублей. Стоимость, конечно, отличается. Но меры безопасности там соблюдаются не слишком. Несмотря на всю вежливость водителя и душевный разговор с ним, мы понимаем, что работает человек неофициально. Трудится он на личном авто. Нелицензированным является таксистом. Это тоже вызывает вопросы. Ну и победителем абсолютным остается у нас компания Мой Город, которая нас сегодня привезла за 253 рубля. Зато в целости, сохранности и безопасности. За качество надо платить, к сожалению. За проверки платить не надо, нужно просто хорошо работать. Кто сегодня прошел проверку, кто не прошел, вы видите список и отличников, и двоечников. А я напоминаю, что от проверки никто не уйдет. Екатерина Кашуточка, Николай Чистяков. Новости. ДВК.